Прежде чем перейти к главной теме, участники совещания обсудили еще одно важное для региона событие. Впервые в Брянской области состоятся 23-е межрегиональные соревнования «Школа безопасности». Их планируется провести в Клинцовском районе с 20 по 26 июня. В соревнованиях примут участие команды из 17 субъектов Центрального федерального округа. По две команды старшая и младшая возрастная группа. Планируемое количество участников более 500 человек. Из них 340 детей, возраст 12-17 лет. Команда Брянской области ежегодно принимала участие в соревнованиях и неоднократно становилась победителем. В этом году участников принимает наш регион. Сначала планируются районные соревнования, а уже в июне Клинцовский район будет принимать гостей из других регионов. На обустройство полевого лагеря, оборудование этапов и организационные мероприятия выделено 512 тысяч рублей. В настоящее время все запланированные мероприятия по подготовке к соревнованиям выполняются в определенные планом сроки. Срывов выполнения мероприятий не допущено. Главному вопросу совещания – подготовки памятников, воинской славы и мест захоронения к празднованию Дня Победы. В области 120 памятников и больше 800 захоронений. В обновлении нуждаются многие. Работа по благоустройству началась в апреле. В этот же период проведены проверки. Большая часть выявленных в ходе контроля дефектов обусловлена погодными факторами весенне-зимнего периода. Это в первую очередь отслоение штукатурки, отсыпание красочного слоя, трещины тротуарного покрытия и межплиточных швов. Существенные дефекты выражаются в отсутствии информационных табличек на объектах. Также нечитаемых надписях на табличках и отклонение памятников от оси, так называемый крем. Надо, наверное, обратить главу внимание, 9 мая на пороге, что времени не было в этом году весна, погожее только работой. Наверное, самое дорогое – это память наша, и мы должны над этими вопросами работать. Большинство недостатков уже устранены. Памятники полностью приведены в порядок в Дубровском, Севском, Унечском районах. Работа по области продолжается. Возник лишь вопрос, связанный с оформлением собственности на объекты воинской славы. Есть примеры, где эта проблема еще решается, но к празднику объекты уже обновлены. Я прошу вас всех проанализировать по каждому району, что сегодня, то, что было передано, когда и предприятия передавали, и солхозы передавали, и на сегодня не оформлено. Вот получили мы сегодня в Новозыпкове, когда мы Новозыпский район объединяем вместе с городом Новозыпковым, а до Канзани можно объединить, потому что на наши объекты нет права собственности. Чем меньше у нас будет неофрульных памятников, тем нам будет проще. Обратил внимание губернатор и на объекты культурного наследия. Муниципальная собственность за 60 миллионов легко и просто, как ценность приобрели, а сегодня не можем за рубль отдать. Есть над чем задуматься каждому из вас. Когда какие-то решения принимаете, к главам особенно обращаюсь, когда что-то приобретаете в муниципальную собственность, покупаете, то вы интересуетесь, а сколько это стоит на рынке? Стоит ли данный объект этих денег? Один из примеров – это ДК Дармаша. Сегодня стоит памятником. И даже если там сделать ремонт, там эксплуатировать его нельзя. Нет ни подъездов, ни стоянок, ни возможности поставить земли нет. Продолжаются работы по реставрации и сдаче в льготную аренду усадеб. Так определены четыре усадьбы для оформления в муниципальную собственность. В селах Лопандино, Гринёво, Удельные Уты, Новая Романовка. К 9 мая вся область должна быть готова к великой дате, потребовал глава региона. Ни один памятник воинской славы не должен остаться без внимания. Екатерина Зойдина, Сергей Дюков, Иван Зюрев. События. Брянск.